Приветствую вас. Если говорить о том, что значит вот фраза вашего мужчины, да, буквально, то она означает, что вы для него, для мужчины значима. Вы для него значимы. То есть это не означает, что он сделает вам предложение. Это не означает, что он рассматривает вас всерьез. Это не означает, что у него к вам чувства. Это не означает, что он будет делать вам предложение. Это значит только то, что вы для него значимы. И всё. Более подробно, более полную картину того, что означает его фраза или что может означать его фраза. Более подробно, картина вырисовывается только если провести анализ, да, то есть посмотреть контекст. Контекст, в каком, да, в контексте мужчина эту фразу говорит. То есть с каким тоном, с каким выражением лица он говорит это, какие у него в это время глаза. Вот. Соответственно, как он себя чувствует, да, то есть, ну, нервничает ли он или нет. Спокойен он или нет. Что для него значит друзья его. То есть вот, ну, если они для него важны, например, друзья, если они для него имеют значение какое-то, да, друзья, то здесь, ну, скорее всего, скорее всего, это что-то серьёзное, да, потому что если ты свою женщину представляешь как будущую жену, да, то, ну, наверное, 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 друзья уже будут, соответственно, ждать, они будут ожидать, что ты, ну, действительно будешь с этой женщиной. и если вдруг случится такая история, что вдруг ты с ней всё-таки не будешь, то, друзья, ну, будут смотреть не очень хорошо. Вот. То есть если говорить именно в этом контексте, именно в этом контексте, то здесь, конечно же, нужно вот анализировать, да. Ну, очевидно, очевидно, что вы для мужчины что-то значите. С другой стороны, с другой стороны, вот то, что вы, может быть, даже не замечаете, ну, в силу того, что, понятно, находитесь внутри ситуации, да, и, в общем-то, даже не должны, наверное, замечать этого. Это то, что подобная фраза мужчины, подобная фраза вашего молодого человека, она звучит, ну, как вы знаете, на мой взгляд, я бы сказал, чересчур в собственническе. То есть очень чувствуется, что мужчина ощущает, что вы ему принадлежите. То есть что вы вот никуда от него не денетесь, что вы ждёте, что он вот там, ну, что он к вам как-то, значит, ну, как-то проявит себя, и что вы вообще никуда не собираетесь как-то, как бы, деваться, вот. То есть у мужчины есть такая вот позиция, да, такое отношение к вам, что, ну, вот она моя, она мне принадлежит всё, что, как бы, сделать мне ничего больше не нужно для того, чтобы она осталась. То есть всё, она уже моя будущая жена, да. Я в этом даже вот не сомневаюсь, да, ни на секундочку. Ну, и в этом контексте, конечно, это не очень хорошо, потому что, ну, если мужчина не будет, например, вас добиваться, да, если мужчина не будет вас завоевывать, если он ещё до брака посчитал, что завоевал вас, то есть, конечно, некоторые подозрения по поводу того, что у вас будет в отношениях, да, и, собственно, какие у вас будут отношения. То есть, если мужчина сейчас просто, грубо говоря, отводит вам, вот, ну, какое-то место, да, в своей жизни просто, то после брака он, ну, скорее всего, будет это делать ещё более ярко выражено, и ещё более, ещё более возможно вас обесценивать. И вот в этом контексте мне кажется, что нужно принять какие-то меры, чтобы данная ситуация не была реальностью, да, чтобы данная ситуация не стала явью. Потому что для вас это не принесёт ничего хорошего, вот. То есть, понимаете, сейчас, вот сейчас, судя по этой фразе, ваши отношения с мужчиной, они выстраиваются, ну, только вот так, как комфортно, только как выгодно и удобно и интересно ему. Вот. То есть, не вам, да, не как хотите вы, а как хочется ему. И играете вы, получается, здесь по его правилам, по правилам мужчины. Вот. И для вас это, ну, очень и очень нехорошо. Вот. Потому что, это означает, что ваш голос, ваше мнение, а значит и ваше желание, не, ну, могут стоять не на первом месте. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот эта вот фраза, эта фраза, она означает именно, на мой взгляд. И на мой взгляд, это весьма, весьма тревожный знак для вас. То есть, вам, то есть, мужчина, может быть, и сделает вам предложение, если вы об этом, если вам волнует это, мужчина, может быть, и сделает вам предложение. Вопрос в том, когда это будет удобно ему. Понимаете? Не, когда этого, грубо говоря, хотите вы, а когда это будет ему удобно. Когда этого он захочет, когда он к этому будет готов. Вот. Является ли это чем-то хорошим для вас? Нет. Является ли это однозначным подтверждением того, что вы нужны мужчине? Опять же, нет, потому что, если сейчас вы ему нужны, а если вдруг он увидит кого-то, да, кто, значит, ну, более подходит на роль его будущей жены, чем вы. То есть, это такая вот, на мой взгляд, обесценивающая политика в отношении вас. Просто обесценивающая. И мне думает, что в некотором смысле даже обесценивание. Вот. То есть, я бы на вашем месте, значит, не позволял мужчине представлять вас, а представлялся бы их сам. Вот. То есть, я думаю, что вам лучше, вот, в данной ситуации вам лучше представляться самому. Чтобы мужчина видел, и другие видели, что вы не просто его будущая жена, да, а что вы личность, что вы человек, что у вас есть, свои желания, чтобы мужчина не указывал вам на место. Вот сейчас это выглядит именно так, как будто мужчина просто берёт и указывает вам на место. То есть, ты моя будущая жена, всё. У тебя вот такое место в моей жизни. И всё. Понимаете? Вот. Вот. С другой стороны, с другой стороны, не совсем понятно, вы, вот, как бы, ну, действительно думаете, что можно вам ответить на, ну, значит, такой вопрос, да, вот, который вы задаёте. Да, вы действительно думаете, что, по вашему тексту, вот, по тексту, можно ответить на вопрос, что значит, что значит, вот, фраза этого мужчины. То есть, не зная его, да, не зная его характера, не зная его отношения с друзьями, вы предлагаете нам ответить на этот вопрос. Ну, на мой взгляд, это, либо, либо вас это волнует не так сильно, либо вы не верите в то, что вам помогут, реально помогут здесь. Либо, вы просто, вот, ну, подумали, что, ну, было бы неплохо задать такой вопрос, и задали его. При этом даже, эм, не потрудились, да, предоставить информацию о том, что вообще происходит, да, на каких этапах, на каком, на какой стадии находятся ваши отношения. И как они вообще развиваются. То есть, понимаете, если вы хотите ответа психолога, то, на мой взгляд, нужно больше информации предоставить для анализа. Ну, вот. То есть, и определить свою заинтересованность, то есть, вот, что это значит, спрашиваете вы. А что это значит, вам, вас почему это волнует? Что это значит, вас, это, вас это, эээ, как беспокоит, что, ну, что это значит. Вас не устраивает, как отношения развиваются, например, сейчас, там, в данный момент, вы хотели бы, чтобы они развивались, эээ, как-то, может быть, эээ, ну, может быть, более динамично. Или как-то, может быть, более удобно, удобно, эээ, для вас. Это, опять же, возможно. Но вопрос-то, на самом деле, в другой, в другом. Вопрос в том, эээ, что вы делаете для того, чтобы ситуация развивалась так, как хотите вы. Что вы делаете для того, чтобы ситуация развивалась так, как хочется вам. Знаете, какая история. И если вы ничего не делаете для этого, то, зачем тогда задаете вопрос такого типа. То есть, что бы мы вам не ответили, да, какой бы не был ответ, вы, если, эээ, занимаете определенную позицию в отношениях, да, то вы, ну, вы, в принципе, так и будете ее занимать. То есть, эээ, вы, знаете, вы не, эээ, озвучили запрос, да, запрос, что делать мне, что я хочу поменять. У вас запрос, эээ, такой, эээ, как понять, эээ, мужчину. По опыту могу сказать, что люди пытаются понять, эээ, другого тогда, когда они могут понять себя. Вот. Соответственно, вам нужно, ээээ, если вот прям, прямо, эээ, как вот, ну, как, как нужно, да, все сделать, как, 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 как надо. То вам нужно, эээ, в первую очередь, ээээ, значит, понять себя. Что происходит с вами. Что происходит у вас. Как у вас происходит. Ну, вот. И уже, соответственно, исходя из этого, уже и ориентироваться, а не пытаться понять другого человека, который, эээ, может даже и сам не понимает. Что он, эээ, делает и почему. Вот. Ну, вот как, да. Как можно понять того, кто сам не знает, что он делает. И может узнать только, если, эээ, значит, ну, если поработать с ним, поговорить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо.